МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Доходная и расходная часть окружного бюджета на текущий год изменится более чем на 2 миллиарда рублей. При этом большую часть доходов составят межбюджетные трансферты из федеральной казны. К учебному году готовы. Представители департамента образования проинспектировали школу-сад в поселке Бугрино. Будут ли строить новые образовательные учреждения? Брошенные, покалеченные, голодные. В Нинецком округе остается актуальной проблема безнадзорности животных. Пункт временного содержания переполнен. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Об этом не только расскажем в сегодняшнем эфире. Доходная и расходная часть окружного бюджета на текущий год изменится более чем на 2 миллиарда рублей. При этом большую часть доходов, 1,8 миллиардов рублей, составят межбюджетные трансферты из федеральной казны. Председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова провела первое прецессионное заседание. Подробности далее. Как отметила главный финансист округа, в предлагаемом законопроекте параметры региональной казны увеличиваются по доходам и расходам на 2019 год и плановый период до 2021 года. В частности, в текущем году доходная часть окружного бюджета составит порядка 21 миллиарда 236,5 миллионов рублей. Расходная часть – порядка 24,5 миллиардов. Вносятся изменения в основные характеристики окружного бюджета в связи с изменением параметров по доходам и расходам. И изменения вносятся в две статьи. Статью 12, она дополняется положениями, позволяющими увеличивать в течение года численность государственных казенных учреждений. Это у нас на сопровождении деятельности подведомственных департаментов образования. И статья 14, дополняется положениями предоставления субсидий юридическим физическим лицам на услуги по электроснабжению части расходов по внедрению в систему «Омный город» и также на частичное возмещение затрат в связи с доставкой сельхозпродукции для реализации населения в городе Наринмаре, поселке Искатели. Это у нас сельхозпродукция наших колхозов. Наибольшая сумма более 2 миллиардов рублей будет направлена Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО. Из них 1 миллиард 750 миллионов рублей на финансирование дорожной деятельности. Кроме того, запланированы дополнительные средства на подготовку земельных участков для жилищного строительства – порядка 77 миллионов рублей. На субсидию юрлицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате госрегулирования цен тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, твёрдое топливо, холодную и горячую воду – порядка 247 миллионов. Дополнительно увеличат финансирование на обеспечение питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях. Накануне заседания бюджетной комиссии собрания мы разговаривали с её председателем Натальей Кордаковой о развитии предпринимательской деятельности на селе и о том, что будет способствовать этому развитию. Речь шла о снижении тарифов на электроэнергию. Комментарий депутата мы записали в посёлке Бугрино, где Наталья Александровна находилась в рабочей поездке. Институционной привлекательности сельских поселений почти не существует, начиная с логистики и в том числе электроэнергии. Стоимость тарифов электроэнергии на селе составляет больше 50 рублей за киловатт. Это очень дорого. Поэтому собранием депутатов с администрацией, с губернатором не раз уже поднимался вопрос по этой тематике. С 1 января 2019 года стоимость тарифов для среднего и малого бизнеса на селе также была приравнена, как для сельхозпроизводителей. И на 1 января 2019 года она составляла 19 рублей 66 копеек. Но это тоже очень дорого. Поэтому предприниматели вновь обратились в собрание депутатов и губернатору. И было принято решение о том, что тариф по электроэнергии сделать с 1 ноября 2019 года для среднего и малого бизнеса и для сельхозпроизводителей 8 рублей за киловатт. Это на самом деле будет хорошая мера поддержки. Нагрузка на бюджет, отмечает депутат, возрастет. На следующий год на эти цели потребуется 22 миллиона рублей. Но расходы оправдывают цели. У одного из старейших градообразующих предприятий Ненинского округа Акционерного общества мясопродукты новый руководитель. Вместе с ним глава региона обсудил пути выхода мясокомбината на новый уровень развития. Предприятие ведет свою историю с 1930 года. Качество его продукции неоднократно подтверждалось многочисленными престижными наградами. Сегодня здесь производят порядка 200 видов мясных изделий. И это не предел. В ходе рабочей встречи, которая прошла непосредственно на производстве, губернатор Ненинского округа поддержал инициативу предприятия расширить ассортимент продукции. Вот это новая, да? Да. Мы рыбу не перерабатывали. Это сама треска, это не печень, это сама рыба. Сама рыба. Но и сейчас тоже мы не имеем права, это пробная была партия, мы не имеем права на производство рыбочкой серы. У нас не аттестовано предприятие под переработку рыбы. Но на перспективу планирую, здесь уже, слава богу, инженерные сети коммуникации позволяют строительство нового цеха по переработке рыбы. Это даст нам дополнительное объемо. Мы даже вам даст объемо, это нашим рыбакам даст. Сегодня Нарьинмарский мясокомбинат практически единственное на постсоветском пространстве предприятие по переработке мяса, где не применяются консерванты. Глава региона уверен, что этот бренд необходимо поддерживать и продвигать. Познакомившись с процессом производства продукции и лично убедившись в соблюдении всех санитарных норм, Александр Цибульский и генеральный директор предприятия Казимир Кабалоев обсудили перспективы развития крупнейшего в регионе производителя мясной продукции. Нарьинмарский мясокомбинат для нас не просто рядовое предприятие, это на самом деле предприятие, которым гордится округ, которое является в общем символом, который связан с Нарьинмаром, с нашим оленеводством, с оленеводом. Как вы, наверное, поймете или уже поняли, это не просто место, где производится продукция. Это целый технологический цикл, на который завязано очень много отраслей, в том числе нашего сельского хозяйства. Мне бы очень хотелось, чтобы вы с вашим опытом, с вашими знаниями, с вашим желанием постарались, чтобы наш мясокомбинат выходил на все новые и новые рынки и на самом деле занимал то достойное место, которое мог бы и должен занимать. Для улучшения экономического состояния предприятия необходимо повышать его уровень автоматизации, модернизировать действующее оборудование, построить новый холодильный корпус. Такие изменения дадут возможность увеличить объемы производства. Руководитель предприятия подчеркнул также необходимость расширение фирменной торговой сети акционерного общества мясопродукты, как в регионе, так и за его пределами. «Нарашивая сегодня холодильные емкости, мы сможем обеспечить большим сырьем свой коллектив и даже при сегодняшних установленных мощностях мы можем увеличить, что я, кстати, планирую даже в этом положении, планирую увеличить объем товарного производства на следующий год на 25-30%. Александр Цибульский поручил Казимиру Кабалоеву рассмотреть возможность расширения ассортимента продукции, реализуемой по социальной карте высокий возраст, рассчитанной на людей пенсионного возраста, а также обратил внимание на вопрос повышения заработной платы сотрудникам акционерного общества. С рабочим визитом в поселке Бугрино побывала делегация представителей региональной власти. Они проверили готовность образовательного учреждения к новому учебному году. Подробности далее. Представители власти осмотрели школу-сад, которая размещается вот уже несколько лет в одном здании. Помещения маленькие, мест для всех желающих посещать детский сад не хватает. Вопрос о предоставлении услуги дошкольного образования для всех желающих, которым, безусловно, на сегодняшний день исполнилось уже три года, мы обязаны предоставить. И поэтому вопрос мы разрешили пока в настоящее время таким образом, чтобы дети все были обеспечены дошкольным образованием, предоставить форму временного пребывания, то есть это кратковременное пребывание в группе до обеда и после обеда для того, чтобы ребенок имел право социализироваться, обучаться и воспитываться вместе со своими сверстниками непосредственно в учреждении и в том коллективе, в котором они пребывают. Инспектирующие оценили качество проведенного косметического ремонта и созданный уют в помещениях, предназначенных для групп детского сада. Также осмотрели старое здание образовательного учреждения, которое признано аварийным объектом. Ну, естественно, тут надо будет строить школу-сад, и это в планах есть. Также сходили на старое здание детского сада. Все-таки считаем, что учитывая, что строительство – это достаточно долгий процесс, в любом случае, возможно, еще это здание отремонтировать. И вот хотим отправить специалистов где-то для того, чтобы в проект бюджета на 2020 год включить данный объект и капитально отремонтировать старый детский сад. Не хватает места и в кабинетах начальной школы. В данный момент одновременно могут обучаться только три класса, поэтому некоторым учащимся приходится заниматься во вторую смену. Проработкой данного вопроса представители профильного ведомства займутся уже в окружной столице. Межрайонная налоговая служба по Архангельской области и Неницкому округу напоминает гражданам о необходимости уплаты налога физических лиц за 2018 год. Срок уплаты земельного, транспортного и имущественного налога не позднее 2 декабря текущего года. 16 тысяч налоговых уведомлений межрайонная инспекция уже отправила адресатам как через почту России, так и в электронной форме. Общая сумма сборов в этом году составит порядка 47 миллионов рублей, что на три больше, чем годом ранее. Это земельный, транспортный и налог на имущество. Оплатить их с этого года можно и при помощи единого налогового платежа, который является аналогом электронного кошелька. В этом году свои налоги можно заплатить по квитанциям, по налоговому уведомлению, в котором у нас указан штрих-коды и QR-коды об оплате налогов. Но также можно в этом году воспользоваться уплатой единого налогового платежа. Доступ к нему можно получить через личный кабинет налогоплательщика. То есть можно внести денежные средства в виде авансового платежа. И по сроку уплаты с этого электронного кошелька уплата налогов спишется автоматически. Через Почту России уведомления получат 12 тысяч жителей округа. 500 из них уже оплачены в почтовых отделениях. В настоящее время квитанции об оплате вместе с заказным письмом почтальоны приносят на дом. В ближайшее время планируется, что и оплатить можно будет дома. Одно из новшеств, которые мы хотим в ближайшее время запустить, это то, чтобы вот эти налоговые письма по возможности клиент сразу оплачивал на месте. То есть у нас будет специальное мобильное устройство, которое почтальон будет носить с собой и предлагать клиенту прямо на месте оплатить налог. Если по каким-либо причинам налогоплательщик не получил уведомления за месяц до наступления срока уплаты, то ему следует самостоятельно обратиться в налоговый орган по месту жительства. Сейчас это можно сделать и в выходные дни – 7 и 21 сентября и 5 и 19 октября. Время работы с 10 до 15 часов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Автальмологи из Иваново продолжают обследовать окружных школьников. Напомню, специалисты приехали в Нарьинмар по приглашению региональной общественной организации Ассоциации родителей Ненецкого автономного округа. На сегодняшний день уже обследовано около 400 детей. У большинства из них серьезные проблемы со зрением. Со специалистами удалось пообщаться нашей съемочной группе. Много детей с патологией? Много. То, что у нас было, большое количество патологий. Врачи-автальмологи сегодня проводят диагностику в пятой школе. Желающих проверить зрение очень много. Дети идут нескончаемым потоком. Приходится работать с 8 утра до 9 вечера. Цель наша – это скрининг. Есть патология или нет патологии? Если есть, то дальше мы уже направляем конкретное лечение. По словам специалистов, почти у всех обследованных детей выявлена патология. Единицы имеют стопроцентное зрение. С развитием гаджетов, с развитием всевозможных планшетов, телефонов, где они очень близко смотрят, экран подносят, смотрят телевизор лежа. То есть вот это все обуславливает ухудшение зрения. А рекомендации какие-то можете дать? Конечно, перерывы. То есть мы всем деткам раздаем рекомендации в виде гимнастики. То есть мышцы глаз нужно также тренировать, как любое другое мышцы тела. И поэтому нужно их тренировать. То есть мы здесь шаблончик рассказываем детям, как проводить именно эту гимнастику. Также есть рекомендательная таблица по поводу сколько времени проводить за просмотром в телефоне, либо телевизор, программ. Возможность пройти качественную экспресс-диагностику школьники получили благодаря проекту региональной общественной организации Ассоциации родителей Ниньского автономного округа. Желающих очень много. Телефон у нас разрывался. И ВКонтакте писали, и сообщения писали. Желающих очень много. Мы, конечно, стараемся принять по максимуму. Специалисты, которые рассматривают детей, они обсматривают очень тщательно, если есть необходимость, дают рекомендации, рассматривают и по диагностике, и по традиционным классическим таблицам. И по результатам всего осмотра рекомендации будут направлены к нам в регион, направлены в школы для дальнейшего дообследования, для дальнейшего лечения. Специалисты будут работать в Наринмаре еще два дня. За это время они планируют обследовать еще порядка двухсот детей. На дороге по улице авиаторов сбита собака. Волонтеры разыскивают хозяев. Такие объявления в Наринмаре, к сожалению, не редкость. Проблема безнадзорных животных все еще остается острой для нашего региона. Бесхозные собаки, голодные, одичавшие без людского присмотра кошки, чаще всего оказываются на улице летом, когда хозяева уезжают в отпуск, не позаботившись о том, чтобы на время своего отсутствия пристроить питомца в надежные руки. Пристроить своего питомца на период отпуска в Наринмаре давно не проблема. Объявления пестрят предложениями о передержке, только плати. Но далеко не все готовы выложить копеечку за своего шарика или мурку. Дешевле и проще отправить питомца на вольные хлеба. Эта рыжая бедолашка тоже жертва нерадивых хозяев. Бегая без присмотра, угодила под колеса автомобиля. Результат – перелом задних конечностей. Собачке повезло. Добрые люди доставили в клинику. У нас нет возможности прооперировать данный таз. Мы его оставим. Девочке 7 месяцев. Я думаю, у нас все произойдет хорошо, потому что она лежит в течение трех недель. И таз все равно даст какую-то осетку, заживление. В общем-то, я думаю, произойдет заживление таза и будет все хорошо. И девочка встанет. Мы на это надеемся. Но у нее очень размножены мягкие ткани, мышцы задних конечностей. И заживление будет очень долго. Через шести недель однозначно. Несмотря на объявления в соцсетях, хозяева пострадавшей собачки до сих пор не объявились. И такие пациенты в клинике Анастасии совсем не редкость. Справедливости ради доктор отмечает. В последнее время сознательных собаководов прибавилось. Особенно из населенных пунктов округа. Привозят с просьбой о стерилизации. Как, например, вот эту красотку. Но в целом проблемы безнадзорных животных все еще актуальны для округа. Есть такие нерадивые хозяева, которые оставляют своих бездомных животных без присмотра. Оставляют кому-то. А те ответственные люди оставляют их на улице. Выгуливаются. Сами они по себе. И, соответственно, безнадзорных животных у нас становится больше. Бездомных у нас мало. А безнадзорных у нас больше стало. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных отмечают, летом нагрузка больше. В день в среднем приходится по 10-12 выездов. Брошенные собаки, бездомные кошки. Этих бесхозных малышей недавно обнаружили добрые люди. Их мать бездомную собаку отловить так и не удалось. Не дается в руки. Хозяева также бесконтрольно плодят своих животных. Кучу щенков, кучу котят, как всегда, привозят. Причины разные. Не успел стерилизовать. Или зачем стерилизовать? Это же больно. Это там какое-то, не знаю, живодерство, кощунство. В общем, вы же сможете пристроить. У вас же все равно забирают. То есть вот таким образом. Собак меньше не становится. Сейчас в пункте временного содержания 60 собак разных возрастов. От щенков до особи преклонного возраста. Большинство, что называется, бывшие домашние. Разбирать их никто не спешит. Не сезон, говорит Анастасия Сергеевна. Летом больше сдают, а не забирают. Неохотно своих забирают, потому что за них же нужно платить. Раньше не нужно было платить, тоже особо не забирали. А если и забирали, то через какое-то время это животное опять бегает. Сейчас, в принципе, все то же самое. Мы так примерно делали, скажем, график вариации. Ну, ничего не меняется. Все то же самое. Брошенные, покалеченные, голодные бывшие домашние собаки и кошки таких постояльцев не становится меньше в пункте временного содержания. А возвращаясь к пострадавшей рыжей собачке, когда она пойдет на поправку, малышке будет нужен новый заботливый хозяин. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север» ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – компания «Я могучий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова